Продолжение следует... 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 Чуть более 10% это локальные в тазу и в области культивлагалища. А вторыми за ними идут светлоклеточный подтип и эндометриоидный подтип G3. То есть в высокой степени злокачественности около 30%. Опять в большей степени это отдаленное метастазирование. Поэтому те пациенты, которых будут видеть химиотерапевты, это в основном третья стадия. И серозный светлоклеточный эндометриоидный вариант G3. И вот здесь, почему я как раз кратко представлен, вариант, предложенный нашими международными коллегами, опубликованный в конце 2020 года, о том, как нужно выбирать терапию рецидиов. Если мы начинаем, я пыталась схематично изобразить, сразу видно, что это сложно. Это говорит о том, что мы должны работать в команде обязательно. И выбирать для каждой пациентки индивидуально, почему мы сегодня об этом много говорим. То есть мы должны собираться все вместе, хирурги, лучевые терапевты и химиотерапевты, и обсуждать тот или иной вариант терапии. В частности, да, как и говорилось сегодня, что при различных вариантах локальных рецидивов, лимфатических узлах брюшины или локальных рецидивов в тазу, это в основном хирургические методы лечения или дистанционная лучевая терапия, химиотерапия или различные варианты воздействия системного. Это последние роли выполняют в данных ситуациях. Даже для дистанционного метастазирования больных разделяют на две группы, на олигометастатическую и диссиминированную болезнь, на олигометастатическую до пяти очагов, где рекомендуется в первую очередь обсуждать либо хирургическое воздействие, либо лучевую терапию в том или ином варианте. И если это всё невозможно, тогда переходим к системному воздействию. И зона ответственности химиотерапевта – это как раз диссиминированная болезнь, когда невозможно провести какие-либо локальные методы лечения. И у нас есть несколько вариантов химиотерапии, гормонотерапии, иммунотерапии и иммунотаргетной терапии. То есть, в принципе, во всех остальных случаях это те пациенты, от которых отказались хирурги и лучевые терапевты, но по объективным причинам. Что же у нас есть с вами в запасе, когда к нам присылаются эти пациенты, мы мультидисциплинарно обсуждаем, что локально ничего сделать не можем, или болезнь такая диссиминированная, что её не прооперировать, не облучить. Что у нас есть с вами? В первой линии всё очень банально. Для химиотерапевта, занимающегося онкогинекологией, благо здесь всё просто. У нас один стандартный режим – платина с токсанами. Мы никогда не ошибаемся. Неважно, какой у нас орган поражённый – тело матки, яичники, шейки и так далее. Поэтому, в принципе, мы с вами используем поклитоксилкарбоплотин. Нюанс один – это больные с светлоклеточным раком. Там есть подгруппа больных, у которых есть HER2-позитивный вариант. Поэтому мы всегда обсуждаем, что если мы видим серозный рак тела матки, то нам нужно определить HER2-статус. Если он позитивный, то пациентам добавляется тростозумаб. Остальные все варианты – это запасные варианты в том случае, если пакликарба по тем или иным причинам невозможно провести. Поэтому показания для химиотерапии первой линии – это рецидивы диссиминированной формы с низкой степенью дифференцировки, то есть быстро активно растущей, с поражением висцеральных органов, например, печени и так далее. Не стоит забывать о гормонотерапии. У нас есть такие ренессансы, потом она опять уходит на спад. В принципе, гормонотерапия тоже может быть использована в лечении больных раком эндометрия. Здесь у нас есть три класса препаратов. И показания для них совершенно кардинально противоположные, чем для химиотерапии. То есть мы должны, конечно же, желательно определить гормональный статус и желательно, чтобы это была рецидивная опухоль, потому что статус гормональный может изменяться под воздействием предшествующей химиотерапии. Здесь как раз для нас это степень дифференцировки G1-G2, то есть высоко дифференцированной опухоли, которая менее чувствительна к химиотерапии, вяло текущее прогрессирование, медленно текущее, с отсутствием поражения висцеральных органов. Но чаще всего это кандидатки пациента с G1-G2 с множественным поражением в лёгкие. Обычно бессимптомные текущие, они обычно всегда гормон позитивные. И назначение гормонотерапии здесь оправдывает себя с довольно длительным контролем болезни. В принципе, здесь у нас с вами показаны, какие мы результаты можем достигнуть в химиотерапии. Это исследование, на основании которого была зарегистрирована уже схема Пакликарба. Напомню, что изначально у нас был трёхкомпонентный стандарт лечения первой линии с антрациклинами. Довольно жёсткий режим для больных раком эндометрия, учитывая их коморбидность. И здесь для примера как раз я вам хочу показать, посмотреть на время беспрогрессирования. Сейчас все прямо звонят, звонят. Что для времени беспрогрессирования для схемы химиотерапии Пакликарба 13,5 месяцев. То есть это первая линия. Запомним эту цифру, потому что сейчас, когда мы будем обсуждать новые подходы, мы будем с вами сравнивать. Но, как мы всегда все знаем, мы, начиная первую линию терапии, при раке эндометрии как раз есть большая проблема. Мы всегда знаем, что эти больные к нам вернутся. И здесь всегда был до нынешнего времени сложный вопрос касательно того, чем их полечить. Потому что стандартов второй линии терапии не было. Вот здесь пример исследования вторых фаз цитостатиков. В частности, изучаясь множество из них, мы видим сами, что объективный ответ в среднем около 10% случаев. Не было опубликовано ни одного рандомизированного исследования. То есть ни один цитостатик не ушел в третью фазу. Не было перспективного препарата, который стоило бы изучать. Поэтому у нас обычно всегда был просто лист в рекомендациях. И мы выбирали, исходя из предыдущей токсичности и возможностей клиники, тех, которые были у нас насчены. Что касается таргетных агентов, они, конечно, тоже изучались. Различные препараты. Но здесь также список наиболее крупных исследований. Сомторинг, битромехер-2, GFR, VGF и так далее. Мы сами видим, что ответы объективные тоже порядка 10% плюс-минус. И медиана времени без прогрессирования в части исследований вообще не дана. В тех, которые даны, это составляет около 3 месяцев. Единственный препарат – это темсиролимус, который был зарегистрирован в НССН в рекомендациях, потому что у него медианное время без прогрессирования было 7 месяцев. Но с очень низкой частотой полных ответов, объективных ответов 14%. Поэтому, в принципе, ничего не происходило. И для наших пациентов у нас ничего невозможно было предложить до того момента, пока наконец-то иммунотерапия не доползла до нас, до онкогинекологии. И вдруг оказалось, что микростелитная нестабильность чаще всего как раз встречается при раке эндометрия. Мы видим с вами в среднем около 30% больных по сравнению со всеми другими нозологиями. При этом из них 5% – это наследственный синдром Линча, про который мы не должны забывать, а все остальные случаи спорадические. И естественные исследования по иммунотерапии. Первое такое пилотное проходное регистрационное исследование – это было исследование Кинот 158, многокогортное исследование, которое включало также подгруппу больных раком эндометрия. Напомним, что это больные предлеченные, которые получали несколько линий химиотерапии до этого. У них определялся статус петели микростелитной нестабильности, то есть они все были Масай-Хай, и они получали стандартную дозу пембролизумаба. Оценивалась частота объективного ответа как первичная конечная точка. И что мы здесь видим? Объективный ответ, по последним данным в 2021 году, которые были доложены по этому исследованию, объективный ответ составил 48%. То есть практически половина больных, у них отмечается контроль болезни. И это потрясающая цифра. Вспоминаем с вами 10% на химиотерапии и на цитостатиках. На химиотерапии, цитостатик, хили и различных таргетных агентов. А здесь мы практически в 4,5 раза увеличиваем частоту объективного ответа. Причем есть пациенты, у которых достигается полный ответ. Да, частично, и группа больных тоже, у которых есть стабилизация. То есть мы у преобладающего большинства, 66% больных, можем контролировать болезнь. Если мы с вами посмотрим на противоопухолевую активность, по оценке РИЦИС, она на момент последней публикации в 2021 году не была достигнута. Мы видим, что контроль болезни в течение 3 лет достигается практически у 70% больных при медиане наблюдения 42 месяца. Если мы смотрим с вами на отдаленные результаты, мы вспоминаем медианное время прогрессирования обновленное 13 месяцев. То есть это то же самое, как первая линия терапии, как только что мы обсуждали, пакликарба. Продолжительность жизни не достигнута на сегодняшний момент, и мы видим, что она стабилизируется на плата, где-то около 60%, чуть больше, и вот она плата идет. Поэтому данные этого исследования, они были впервые опубликованы в 2019 году, стали как раз обоснованием для ускоренной регистрации пембролизумаба у больных с МСА и ХАИ у рака медометрия, как и в ДИА, так и в нашей стране. Если мы смотрим на токсичность, она типичная, как и для всей монотерапии, связанная с нежелательным явлением любой степени 76%, третьей, четвертой – около 12%. Но мы уже все с вами привыкли и давно используем монотерапию, поэтому, в принципе, здесь у нас уже проблем не существует. Мы видим, что прекращение терапии минимального количества у больных всего меньше 10% у 7%. Поэтому распространенный рак эндометрия с наличием МСА и ХАИ в опухолевых клетках у пациенток после предшествующей системной противоопухолевой терапии является стандартным для назначения иммунотерапии, в частности, пембролизумаба, в соответствии с теми предпосылками и данными клиническими данными, которые у нас есть. Но тут встает вопрос. Вспоминаем. Больные с МСА и ХАИ у нас 30%. Остальные 70%. У нас же без МСА и ХАИ с отсутствием нарушения в системе репарации ДНК. Что же мы можем предложить оставшемуся большинству больных? Да, вот они, эти пациенты. Что же нам в этой ситуации делать? Посмотрим с вами исследование. Это первая фаза, кенот 0,28, где еще изучался пембролизумаб в старой дозировке, миллиграммы на килограммы. Много когортные также исследования, включающие вот рак эндометрия. Оценивался частичный ответ у больных с рецидивами, предлеченными раком эндометрии. Что же мы смотрим? Небольшая когорта, 24 пациентки, только у одной больной МСА и ХАИ. У всех остальных, соответственно, отсутствует нарушение в системе репарации ДНК. И в этой группе больных частота объективного ответа составляет всего 13%. То есть 48 у МСА и ХАИ, это значимо, и всего 13% сопоставимо с химиотерапией и сопоставимо с таргетными агентами в монорежиме. Видим кривые, медиана ВБП составляет порядка 2,5 месяцев продолжительной жизни, год переживает половину больных. Что же оказывается интересного? Но наша опухоль, она же умная. Мы видим с вами, что она пытается ускользнуть от иммунного ответа. И здесь оказалась большую значимую роль как раз играет ВИДЖЕФ, фактор эндотерлильно-сосудистого роста, который мы с вами знаем, изучаем и имеем препараты уже в течение длительного периода времени. Что же делает ВИДЖЕФ? Он влияет на секрецию иммуносупрессорных факторов вокруг опухоли и клетки, тем самым создавая невозможность иммунотерапии эффективно работать. Идёт подавление функций цитостатических лимфоцитов. Это как два основных фактора. То есть ВИДЖЕФ влияет на микроокружение вокруг опухоли и влияет негативно в плане нашей терапии. Различные препараты направленного действия, которые блокируют рецептор эндотерлильно-сосудистого фактора или сам эндотерлильно-сосудистый фактор, изучались. И самое крупное исследование как раз было посвящено линвотинибу. 133 пациентки, предлечены. И опять же мы сами видим, что объективный ответ 14%. То есть сопоставим с данными химиотерапии и различных других таргетных агентов. И вот здесь возник вопрос, а что здесь, если мы объединим иммунотерапию, которая дает 13% этой подгруппы больных, и тикиоингибиторы, которые дают 14% объективных ответов, тем самым попытаясь изменить микроокружение вокруг опухоли. И что же нам даст эта комбинация? Для этого было запланировано исследование второй фазы. Кейнот 146. Оно многокогорное при разных нозологиях, в том числе рак эндометрия. Сюда входил. Предлеченные больные получали пембролизумаб в стандартной дозировке каждые 3 недели. И линвотиниб, постоянно таблетированный препарат. По последним данным, которые были опубликованы, больные с отсутствием MSI-HI, то есть микроцветленностабильные больные, их было преобладающее большинство, их было 2 группы. Те пациенты, которые получили одной боли линию по поводу метастатической болезни, и небольшая подгруппа больных, которые получили одну линию в рамках адюванной терапии. То есть и быстро запрогрессировали. И посмотрите, что получается. Смотрим с вами на частоту объективного ответа. Частота объективного ответа у больных, уже сильно предлеченных, составляет 41%. То есть мы сложили те 14, сложили те 10, там 13, и получили цифру даже чуть выше. То есть вот как раз такой синергизм взаимодействия двух препаратов, когда один препарат, тикеингибитор, открывает возможности более эффективного воздействия иммунотерапии за счет изменения микроокружения вокруг опухоли. Частота объективного ответа для них составляет 41%. Потрясающие цифры, на самом деле. А для подгруппы больных, которые получили всего одну линию терапии в рамках адюванта, понятно, что здесь небольшая группа больных, но эта цифра составляет более половины 57%. Причем, да, у каждой пятой больной достигался полный ответ. Медиана времени без прогрессирования 7 месяцев или 8 месяцев, медиана продолжительности жизни в подгруппе 1-18, а в подгруппе 2 она не была достигнута. Хочу сказать, что тогда, когда первый раз докладывали эти данные, в 2019 году, это был для нас всех фурор и возможность что-то предложить нашим больным, какой-то выход из ситуации. И на основании этого комбинация эффективности комбинации Пембра-Ленова была показана для больных без MSI-HI или нарушения в системе репарации ДНК. Судя по всему, она работала по тем данным, которые мы видим, при более ранней линии лечения она представляет наибольшие результаты. На основании данного исследования Пембра-Ленова была зарегистрирована в четырех странах мира, в США, Канаде и Австралии. В 2020 году в России и больше пока, наверное, по-моему, нигде. Поэтому у нас уже опыт практически два года использования Пембра-Ленова в рутинной практике. Но, несмотря на это, мы все ждали исследования третьей фазы. Потому что для нас, конечно, рандомизированные исследования очень важны для подтверждения результатов исследования второй. Поэтому мы все ждали исследования Кинот-775. Оно было опубликовано, оно было озвучено, соответственно, в 2021 году, а вот в январе 2022 года, опубликовано в New England Journal of Medicine. То есть это больные, все то же самое. У меня почему-то пропал слайд касательно рандомизированной группы. Ну ладно, сейчас расскажу. То есть это больные, раком эндометрия, которые также получали одной боли линию системного лечения, которые рандомизировались в группу, соответственно, ленвотинибы и пембролизумаба, или в контрольную группу. Это химиотерапия на выбор врача. Это либо поклитоксилы еженедельно, либо доксорубицин. Первичными конечными точками в исследовании было время без прогрессирования и продолжительность жизни, частота объективного ответа и качество жизни, соответственно, вторичные конечные точки. Итак, смотрим на сразу же на первичные конечные точки в этом исследовании. группа без нарушения системы репарации ДНК. И мы видим с вами достоверное увеличение медианного времени без прогрессирования в два раза с 3,8 до 6,6 со снижением риска прогрессирования на 40%, статистически значимо, если мы используем пемброленва по сравнению с химиотерапией. То есть первичная конечная точка достигнута. Что очень важно, это также поданализ этого исследования. Ну вот здесь выделено, смотрите, что практически все группы выигрывают. Потому что очень много было дискуссий, когда лучше назначать комбинацию, когда интервал, бесплатиновый интервал, после предыдущей платиновой комбинации меньше 6 месяцев, или если интервал больше 6 месяцев. Было показано, что в любом случае комбинация иммуно-таргетной терапии выигрывает, статистически значимо. То же самое для когорты больных, у которых интервал меньше 12 месяцев. Все, кто знает статистику, сразу обратят внимание на эту группу, где нет статистической значимости, бесплатный интервал больше 12 месяцев. Здесь сложно сказать, с чем это связано, потому что это небольшое число больных, то есть возможно здесь недостаточно мощности для того, чтобы показать. Потому что большинство пациентов все-таки прогрессировало, мы видим, в интервалах плюс-минус 6 и до 12 месяцев. Второй момент очень важный для нас, сколько линий терапии с платины было получено. И вот мы с вами видим, что если была одна линия с препаратным платиным, то мы видим достоверное увеличение медианного времени без прогрессирования. Если пациентки получали одну и более, то эти цифры становятся в пользу пембролена, но не имеют статистической значимости. Все эксперты говорят о том, что чем раньше мы начнем пембролен 2, тем эффективнее и дольше будет контроль за болезнью, чем если мы будем проводить химиотерапию. То же самое для больных, получали они адювант или не получали они адювант, выигрыш достоверный в пользу современного подхода. Второй важный момент, это, конечно, продолжительность жизни больных. И здесь мы с вами видим также достоверное увеличение медианы с 12 до 17 с половиной месяцев со снижением риска смерти там получается 32%, если я не ошибаюсь, в пользу иммунотерапии. То есть, конечно, вот эта первичная конечная точка является таким важным, достоверным признаком в пользу современных подходов по сравнению с химиотерапией. И опять все то же самое в поданализе выигрывают все больные с интервалом вне зависимости больше-меньше 6 месяцев в группе до 12 месяцев. И опять же, здесь очень красиво показано, что если пациент получил одну линию с платиной, то больше пользы, а если много линий, то различий не было получено. Поэтому это говорит о том, что все-таки использование и комбинации пемброленва лучше назначать как можно раньше пациентам с рецидивами рака эндометрия, с прогрессированием. И нет влияния на была или не была адювантная терапия. Во вторичной конечной точке частота объективного ответа мы видим в 2 раза она увеличивается, то есть химиотерапия дает плюс-минус 15%, и в 2 раза мы ее увеличиваем при использовании пемброленва. Это все также сказывается и на полном ответе, на частичном и в 2 раза меньше прогрессирования, если мы используем комбинацию пемброленва. Поэтому у пациентов с отсутствием нарушений в системе репарации ДНК отмечается статистически достоверное и клинически значимое улучшение показателей общей выживаемости, что для нас важно, выживаемость и беспрогрессирование, частоты объективного ответа на фоне применения комбинации линвотиниба и пембролизумаба. Поэтому для нас становится катастрофически, стратегически важным знание MSI статуса у больных. Мы поэтому сейчас все время просим наших хирургов, они знают, давайте отправлять материал на определение нарушения в системе репарации ДНК или MSI при первичном, для того, чтобы мы уже знали к моменту прогрессирования у нас была эта информация, потому что для нас важно это в понимании какую терапию назначать нашим больным. Соответственно это внесено во все рекомендации, в рекомендации русской, в рекомендации АОР, и комбинация зарегистрирована также с 2020 года, как мы говорили, внесена во все рекомендации. Поэтому посмотрите, как у нас меняется алгоритм лечения рака эндометрия на сегодняшний день. Ну вот мы обсуждали сегодня с утра варианты различных адювантных режимов, в зависимости от факторов прогноза. После этого у нас больные прогрессируют, и здесь нам очень важно обсудить как раз с хирургами, лучевыми терапевтами, что наиболее эффективно для больной, локальные методы или нет. Если это все невозможно, то пациентам проводится первая линия химиотерапии, и в случае прогрессирования для нас очень важно знать статус MSI. Потому что пациенты, у которых MSI позитивный статус, получают пользу, как мы с вами видели, от пембролизумаба в монорежиме, а пациента с MSI негативным статусом пользу от комбинации пембролизумаба и линвотениба. Мы видим с вами, как иммунотерапия постепенно отодвигает цитостатическое лечение, от лечения рецидивов. И мы сейчас знаем с вами, что идут исследования касательно использования иммунотерапии, монтаргетной терапии в первой линии лечения, и даже начинаются исследования по изучению в адюванте. Поэтому, возможно, у нас глядут глобальные изменения в лечении рецидивов. Поэтому, в заключение хочется сказать, что цитостатической терапии в лечении рецидивов является малоэффективной опции, но при рецидиве болезни у нас есть с вами возможность помочь нашим больным. Несмотря ни на что, для этого нужно всего лишь знать статус МСА и ММР, поскольку это влияет на выбор терапии. Монотерапия в рамках пембролизумава при МСА и Хай, и при МСС комбинации монтаргенттерапии пембролизумава и леноватенива. Спасибо большое за внимание.